Рождение говна, то есть появление его на свет божий, называется дефекацией. Дефекация, отстой гуща, синонимы срать, откладывать личинку, гадить, выдавливать шоколад, облегчаться, ходить в туалет по большому и т.п. Дефекация, сложный рефлекторный акт выделения головых масс из кишечника через задний проход. Третий факт. Рождение говна происходит через задний проход. Охуеть, не знал. Чем-то употребляет пищу, конечно. Конечная, отрывающаяся наружу часть заднепроходного канала. Иногда рождение говна происходит затруднительно, но в диких мутостях... Но кеселево сечение помогает. В этом случае мы имеем дело с запором. Четвертый факт. За соревнованием клапана. Когда у кого-то нет очка, ну так по природе иногда бывает, то задний проход создается искусственным. Он называется противоестественным. Анус праэтер... Это похуй. И является искусственно созданным путем хирургической операции наружным свищем. Буквально свищем. Толстым хирургическим. Через который... Через который ее содержимое выделяется полностью. Пятый факт. Также иногда про... А, приходится сталкиваться с... Чуть не прочитал. Неперфорированным, ну похуй. Неперфорированным. Это было в натуре неперфорированным, похуй. Похуй. В таких случаях речь стоит вести об анальной отрезии. Вообще, отрезия это аномалия развития. Отсутствие естественного отверстия или канала. Шестой факт. Много вековые исследования говна позволили... Каковы исследования говна позволяют... Позволили систематизировать его. Дифференци... Дифференци... Дифференцировать. Различные его виды. Классификация говна операционной различной категории. А. По плотности бывает жидкий и твердый. Б. По цвету коричневый, желтый, свекольно... Чё, багровый, песочный, мутно-серый, черный, реже фиолетовый. Прикинь, фиолетовое говно. Ого, капец, кабачки. Будто озвучиваю Амонгас. По запаху мега-вонючий с удушающими. Мега-вонючий. Это сценарий фильма подонок. А монстр из говна был. Сильно вонючий. Средне-вонючий. Слабо-вонючий. Не вонючего говна не бывает. По вкусу вкусный, невкусный. Вкусный гов. Горьковатый с привкусом полыни. Кисловатость с привкусом... С привкусом полыни. Ммм. Делишес. Кисловатый с привкусом маринованных огурцов. Сладковатый с привкусом ирисок кис-кис. Безвкусный. Как обычное говно. Действительно. Д. По химическому составу здоровые и нездоровые. Блять, нездоровые говно. Е-категория или не категория, неважно. Наличие глистов. Глистные, безглистные. По... Чё? Прилипчивости липкой и нелипкой. В скобочках сухой. В скобочках сухой. Ты так это прочитал классно. В скобочках сухой. По форме, по форме, кучкой, рогаликом, лужицей, колбаской, горошком, семигрантной, лепёшкой, козинками, кунжутным семечком и т.д. По... Вкраплениям без... Чё? Бел... Кого? Балластых веществ с арбузными семечками, с малиновыми зёрнышками, с серделе... Блять, похуй. Блять. Шкурой, с вишнёвыми кисточками, косточками, с помидорной кожурой. А, кстати, ещё косточки винограда не перевариваются. Не спрашивай, откуда я узнал. А по царству срущего человеческое и животное. По царству? По царству срущего в натуре. По половым признакам срущего мужской и женской. По возрасту срущего взрослое и детское. По сроку годности свежее, молодое и старое. Старое говно. Что касается чисто медицинской классификации, то можно выделить ещё ряд разновидностей говна. Буквально там написано говно. Говно. Итак, говоря об ахолическом калии, мы имеем дело с говном сероватого цвета. Ну, потому что оно с А. Говно. Гринистой консистенции, образующейся при недостаточном поступлении в кишечник желчи. Чаще встречаем кал, оформленный, то есть сохраняющий после дефекации определённую форму. Реже наталкиваемся на кал кашицеобразный. Не оформленный. Блядь, не оформленный. Не оформленный. Консистенции жидкой каши, образующейся, например, при мрадильной депрессии. Я родила. Чисто задепрессировал, я потрал. Жизнь. Стеатровой... Нет, такое... Стеатр... Употреблении слабительных. Говно коричневого окраса. С глиностным запахом, образующийся при глиностной депрессии. Блядь, оказывается, тут не депрессия, а диспессия. Ну ладно. Депрессия. Называется калом гли... Блядь, гнил... Чё? Гнилостным. Гнилостный кал. Да. Бывает также кал голодный. Это сухое, скудное, комковатое... Как слышат люди со стороны, когда я и Игорь общаемся по поводу музыки. Блядь. Так вот, бывает также кал голодный. Это сухое, скудноватое, комковатое, обесцвеченное говно с гнилостным запахом, образующийся у грудных детей при недостаточном питании. Зачастую производим кал овечий, то есть кал фрагментарный, плотное такое говно в виде комочков или шариков темно-коричневого цвета, образующиеся при гиперкинетическом запоре. Чё? Гиперкинетический запор. Электронный. Ультразвуковое панно в натуре. Жёстко. Каждый день такой слышу. Каждый день такой слышу, да. Первородное говно, первый кал, произведённый новорождённым Миконий. Это я знала, это такой артефакт в твоей языке есть. Я такое делал, да. Седьмой факт. Как ни странно, жопа обладает сложным строением и высокоорганизованной структурой. Жопа. Блуждая по неизвиданным лабиринтам заднего прохода, мы можем столкнуться с анальными синусами, анальными сосочками, анальными столбами. Столбик. Анальные синусы. Нет, блядь, косинусы. Это заднепроходные... Анальные синусы. Это заднепроходные пазухи. Морга... Чё? Ротовые тангенсы. Моргани... Морганиевы пазухи, похуй. Углубления по стенке заднепроходного канала, расположенные между заднепроходными столбами. Анальные столбами. Заднепроходные столбами. Продольные складки слизистой оболочки заднепроходного канала. Небольшие... Небольшие выросты слизистой оболочки заднепроходного канала, являющиеся остатками коло... Чё? Клоакаль... Ох, мембраны. Запор. Замедленные, затрудненные или систематически недостаточные опорожнение кишечника. У кого там трансформер заиграл? Трансформер заиграл. Так вот, запор. Это важно. Это важно. Обусловленный длительным употреблением легкоусваивающей... Легкоусваивающей... Ведь похуй пищи. Похуй. Не содержащей вещества, стимулирующих моторику кишечника. Моторику, блин. Моторику. Моторик, что ли? Я хохол, мне можно. Запор воспалительный. Обусловленный воспалительным процессом в толстой кишке. Периодически сменяется кратковременным поносом. Запор гиперкинетический. Это неврогенный, обусловленный возникновением спазмов в толстой кишке. Посарать на эти запоры. Вот буквально. Сейчас. Девятый факт. Люди, которые занимаются исследованиями Кала, такие как я... Такие, как я. Тихо, тихо, тихо. И как я. Как ты так учил? Такой... Люди, блядь. Люди, блядь. Каловый дюйм. Такие, как я. Люди, которые занимаются исследованиями Кала, такие как... Собраются такие четыре проктолога. И обсуждают. Зациклены на анальной фазе. Анальная фаза, используемая психоаналитиками обозначения фазы формирования либидо. Точнее, которые по их представлениям имеют основное значение. Эмоции, связанные с идентификацией. Эмоции? Эмоции, когда ты сырёшь, то есть ты эмоциональный во время... Ты эмоциональный? Сейчас как-то поклакуй, сейчас как-то поклакуй. Не-не-не, ты поклакаешь, ты говоришь, ой, я ж сру, ничего себе. Соответствует возрасту двух-четырёх лет. Помню. Десятый факт. Самая распространённая ошибка при идентификации в унитаз и водоёме из положения сверху... Что? Недостаточное расстояние между сфинктером и водной гладью. Зачастую выводимое говно падает в воду, булькает и разносит брызги. Булькает и разносит брызги. Капец рыбы. Которые оседают на ягодицах, бёдрах промежности, вызывая тем самым неприятные ощущения холодной влаги на теле. Для того, чтобы избежать такой оказии, следует либо положить на водную гладь резервуара унитаза второе... Втрое сложенный листок туалетной бумаги, это смягчит падение и погасит брызги. Либо взять линейку и измерить расстояние между водой, унитазом и критом. Получаем вместо нахождения очка на посадке. Присел. Хорошо присел. Это расстояние не должно быть менее 42 сантиметров. Если 41, то всё. Блин, при средней выделенной массы пропорции кала 430 граммов. Блядь, теперь я знаю, сколько весит кал. Для того, чтобы брызги не достали и не... Блять, меня раздражают брызги! Для того, чтобы не насрать случайно себе на сандалии... Ещё раз. Погоди. Это расстояние не должно быть менее 42 сантиметров. Для того, чтобы брызги не достали не более 78 сантиметров. Для того, чтобы не насрать случайно себе на сандалии. Профессионал! Своего дела! Почему именно сандалии? Чисто на сандалии случайно свернул в натуре шиза. Известный бренд туалетной бумаги 52 метра является полной наёбкой. Я проверял. Приведя 100 измерений, не было выявлено ни одного случая точно совпадения по длине, точного совпадения по длине. В 70% случаев длина не меньше от 200 тысяч... Ой, блять, 2154 сантиметров. Блять, я ору! Известный бренд туалетной бумаги 52 метра является полной наёбкой. Ещё есть? Да, дальше есть! Продолжай, продолжай. Уже 16 минут. Экспертное мнение пошло. Заблуждением является то, что... Блять, ещё моё озвучивание такое прекрасное. Заблуждением является то, что после дефекционной... Дефекционный запах в уборной истребляется освежителем воздуха при использовании последнего к запаха кала. Тихо. При использовании последнего к запаха кала. Тихо. Но я же не кричу. Заткнись, заткнись, заткнись. Я культурный человечек. Пожалуйста, заткнись. С культурными людьми культурный кал. Что тебе не нравится? Без проблем. Продолжай. При использовании последнего к запаху кала примешиваются нотки сирени. Морского бризга. Но это не пейс. Блять, я это предложение сейчас буду уже третий раз читать. Ты понимаешь? Продолжай. Морского бризга. Чисто сиутис настрал. У нас дома когда-то был этот морской бриз. Ну, пахнет, как морской бриз. Прикинь. Пахнет, как гавун. Морской бриз, блять. Да, блин, дай дочитать. При использовании последнего к запаху кала примешиваются нотки сирени, морского бриза, цитрусов. Но от этого не перестает оставаться запаха кала. Средняя продолжительность акта дефекации и сопутствующих процедур составляет 4 минуты. Блять, а хули я по 3 часа сижу? Четырнадцатый факт. Лучше всего с актом дефекации сочетается прослушивание музыки, чтение. Хуже всего по среднестатистическим социал-опросам, а по мне так наоборот секс и поглощение пищи. Что? Лучше. Ну, погоди. Можно пересчитать? Давай. Лучше всего с актом дефекации сочетается прослушивание музыки, чтение. Хуже всего, а по мне так наоборот, секс и поглощение пищи. Блять. Ем в туалет. Чисто сру и шпеха есть. Логично. Последний, пятнадцатый факт. Многие любители продолжительной дефекации произведя выделение говна продолжают сидеть на толчке и начинают читать. Эти люди эгоистично не заботятся об эстетических ощущениях тех представителей человеческов. Погоди, а тут что, есть продолжение? Второе, честно. Продолжай, продолжай. Да я пытаюсь найти это должно быть продолжение или что? А, войдите или зарегистрируйтесь. Не хочешь? Ну все, видимо это все. Это было лучше, что когда-нибудь слышал. Здесь комментарии. Почитай, давай. Так, сейчас. А вот я оценил вклад в образование. Примерно что-то похожее я проходил в медакадемии. И это достаточно важное знание. Если бы только чуть обширнее и более серьезно, то цены не было бы. Так. По царству срущего человеческого. Ну, тут копипаста. Зачем? Думаю, моим подписчикам будет интересно. Теперь я твой подписчик. Теперь я твой подписчик. Пост для любителей покушать за компом. Приятного аппетита. Кстати, интересно. Спасибо. Мега вонючие. Сразу вспомнить чуваки из Саус Парка, которые говно Рэнди замеряли. Понял? Ор, вышер гор. В натуре. Как, что? Саму статью. Я охуел от полезности. Да. Кратко, лаконично. Да, да, да. По делу. Думаю, это статья почти, ну, почти такая же хорошая, как статья про камни. Да, 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 да. Это была не статья про камни. По-моему, это даже лучше, чем камни. Да.